Уровень ежедневно выявляемых заболеваний COVID-19 в регионе высокий, но стабильный. Об этом говорили участники штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Объемы проводимых исследований необходимо нарастить, а чтобы сделать тестирование доступным, нужно снизить его стоимость. За последнюю неделю выросло число семей, где выявлено по двое заболевших коронавирусом. За важных случаев, когда люди заболели после возвращения из-за границы или из других регионов России, зафиксировано 35. Наибольший процент заболевших коронавирусом – это люди в возрасте от 30 до 64 лет. Четверть заболевших – пожилые граждане. Сейчас им рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Ситуация очень сложная. Вы видите динамику по внеболичным пневмониям, вы видите стабильно высокий уровень по выявлению заболеваний новой коронавирусной инфекции. У нас пока, к счастью, только по ОРВИ эпидпорог превышен, я так понимаю, в одной категории. Поэтому нам, по всей видимости, нужно будет возвращаться уже сейчас к определенным ограничениям. Чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте, принято решение в часы пик выводить на линии дополнительную технику. Средства на это у транспортных предприятий есть. Они получают субсидии от государства. Предприятиям рекомендуют перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. Будет пересмотрен лимит работы развлекательных и торговых центров, фудкортов, ресторанов, фитнес-клубов. Введен запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях, что позволит существенно переломить ситуацию. Также в школах региона могут ввести досрочные двухнедельные каникулы. Сделать их предлагают уже с 12 октября. Хотя мы слышим из докладов Минобра, что у нас отдельные классы на сегодняшний день закрываются по причине ковида, там наличие контактных, но по причине ОРВИ у нас уже достаточно большое количество учебных заведений и целых классов, и учебных заведений переведено на режим карантина. Давайте попробуем прервать вот эту инфекционную цепочку. Что касается медиков, то, по словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, их заболеваемость сохраняется на уровне 8-13 процентов и сопоставима с общероссийской статистикой. Свободный коечный фонд за прошедшую неделю уменьшился. Подготовлены более 200 дополнительных коек, из которых занято 93 процента. К концу недели будут развернуты еще более 400 коек на базе терапевтических отделений 1-й городской больницы Тольятти, 8-й городской больницы Самары, а также госпиталя для ветеранов войн. Виктория Шаре, События.